Шалом дорогие друзья, я в очередной раз рад приветствовать всех вас в нашей рубрике перспектива Тора, перспектива юдаизма, где мы рассматриваем повседневные аспекты нашей жизни именно с точки зрения Тора и юдаизма сегодня про главу Пинхас. Именно в этой главе, в главе Пинхас Всевышний говорит Муше Рабейну, чтобы он зашел на гору, посмотрел на страну Израиля, не входя в нее, и чтобы умер так же, как и умер его брат в пустыне. И Всевышний также припоминает грех, за что надо умереть. На что Муше Рабейну ни в коем случае не начинает роптать, он не начинает плакать, он не начинает молиться, он не начинает просить за свою душу, чтобы Всевышний простил ему грех, чтобы ввел его в страну Израиля. Единственное, что Муше сразу просит у Бога, чтобы он назначил человека после его смерти, который будет вести народ Израиля, чтобы ни в коем случае народ Израиля не остался без пастуха. Друзья, Муше Рабейну дает характеристику, подробную характеристику Всевышнему, каким должен быть этот человек, который будет после него, который будет вести за собой народ. И Всевышний сводит все к одному слову. Все, что сказал Муше, Всевышний сводит к одному слову и говорит, возьми себе Йошуа Бинон, это твой ученик, в котором дух. Это и есть характеристика, которую Всевышний дает. Человек, в котором дух, этот человек будет после тебя. Наши мудрецы спрашивают, что это за характеристика такая, чтобы быть предводителем народа. Нужен нам дух, ведь каждый человек, который живой, человек, который не находится сейчас на кладбище, все люди, которые живые, в них есть дух, так каждый мог быть после Муше Рабейну, предводителем еврейского народа. В чем же заключается суть? Что хотел сказать Всевышний Муше, человек, в котором дух? Йошуа Бинон. И наши мудрецы объясняют, когда Всевышний создал человека, это была просто болванка. Это была пустая материя, внутри ничего не было. И Всевышний, только в тот момент ожил человек, когда Всевышний вдунул в него дух, и человек ожил. И сразу после того, когда человек ожил, Адам, первый человек, когда он ожил, Всевышний сразу ему говорит, У тебя есть задание. У тебя есть задание по отношению к твоей жене, по отношению к животному миру, по отношению к окружающей среде. У тебя есть задание по отношению ко всему миру, к всему созданию, то, что я создал. У тебя есть задание. Наши мудрецы говорят, представь себе шкаф. Если это шкаф полный чем-то, он если полон чем-то, ты уже туда ничего не сможешь внести. Ты уже туда ничего не положишь. Но если это шкаф пустой, что ты туда положишь, то и там и будет. Человек должен быть полон духом. Тем более человек, на которого равняются другие. Человек, который ведет за собой массы, как может быть каждый из нас. На кого-то равняются дома, домочадцы, на кого-то равняются соседи, на кого-то равняются ученики, на кого-то равняется коллектив на работе. Все мы какие-то предводители маленькие. И что же у нас получается? Человек, который пустой, у которого только оболочка и нет внутри духа, это пустышка, это человек-болванка. Болванка, заготовка, в нем ничего нет. И все, что туда положишь, в эту голову, так и человек, ты на него влияешь. Можно из него сделать хорошего человека, можно из него сделать плохого человека. Такой человек пустой, он не может быть предводителем. На такого человека нельзя равняться. Поэтому кто нам нужен, чтобы был предводителем? Человек, который сам полон духом. Человек, который будет влиять на других. Который будет влиять на свое окружение. А не так, чтобы окружение влияло на него. Ведь обычно бывает так, что не всегда окружение влияет хорошо на человека. Поэтому Всевышний говорит, Муше, когда тебя не будет, я выполню твою просьбу. Я назначу человека после тебя. Это будет твой ученик. А знаешь почему? Потому что он полон духом. Потому что он не просто оболочка. Это не просто болванка. Это человек на самом деле. И когда человек получил от Всевышнего задание, это было задание, первый человек, когда получил от Всевышнего задание, эти были задания, чтобы человек проявлялся в этом мире и влиял на окружающий мир. Он чтобы влиял на свою жену, чтобы он влиял на животный мир, чтобы он влиял на все, что создал Всевышний. Сегодня, когда мы знаем, что Всевышний от нас хочет после того, как Он дал нам Тору, мы знаем, что Он от нас хочет. Мы полны этой Торы. И мы должны быть теми, кто влияет на окружающий мир. А не так, чтобы окружающий мир влиял на нас. На этой неделе, друзья, я находился в канцелярии премьер-министра государства Израиля. Функцию, которую сегодня выполняет Яйр Лапид. И там я встречался с многими людьми, которые... Это люди, которые полны духом. Это люди, которые влияют этот дух. Это люди, на которых равняются люди. Это люди, которые могут вести за собой народ. И ни в коем случае нельзя сказать, что это люди пустые. Это люди приполнены духом. И в этом заключается жизнь. Дух дает нам жизнь. А когда мы живем, Всевышний от нас что-то ожидает. Как первый человек, как только он открывает глаза, Всевышний говорит, вот так, вот так, вот так, по отношению к жене, вот так, по отношению к животному миру, по отношению к всему, что я создал, у тебя есть обязанности. Ты должен проявлять себя и влиять на это все. Так же и мы, дорогие друзья. Ни в коем случае не быть болванами, не быть пустышками, чтобы нам не бросали каждый свой мусор в нашу голову и влияли на нас так, как хотят. Мы должны быть умными людьми и начинать жить. Жить – это значит тоже влиять, как и Всевышний сказал Адаму. Я всем нам желаю. Шаббат шалом. Всех благ. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин